В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Архангельская область окажет Заполярью помощь при неблагоприятном развитии поводковой обстановки. В соседнем субъекте на случай заторов будут использоваться взрывчатые вещества. При их закупке власти по море учли интересы НАО. Кругом вода. В Наринмар пришла весна. И город вновь превратился в Венецию. Справятся ли коммунальщики и куда обращаться, если в вашем дворе не проехать, не пройти? Как стать авиатехником? Все большую популярность среди молодежи пользуются рабочие специальности. В нашем эфире расскажем о курсантах Выборгского авиационного технического училища. В начале выпуска информация об эпидемиологической обстановке в регионе. За прошедшие сутки в Ненецком округе зарегистрирован один случай заболевания COVID-19. Такой диагноз подтвердился у жителя ОМЭ. Всего на сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденными результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 17 пациентов. Из них в стационаре получают лечение 6 человек, находятся на амбулаторном лечении 11. В общей сложности с начала пандемии в Ненецком округе зарегистрировано 1082 случая заболевания COVID-19. Узнать всю интересующую информацию Вы можете по телефонам горячей линии. В будние дни с 8 до 16 часов работает горячая линия Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. С 16 до 19 часов в будние дни горячая линия справочной взрослой пеликлиники. Также позвонить на горячую линию можно по короткому номеру 122. Архангельская область окажет Заполярью помощь при неблагоприятном развитии паводковой обстановки. Ледоход на Северной Двине традиционно начинается на месяц раньше, чем на Печоре. В соседнем субъекте на случай заторов будут использоваться взрывчатые вещества. При их закупке власти по море учли интересы Ненецкого округа. Этот вопрос накануне обсудили на оперативном совещании губернатора Архангельской области Александра Цибульского. Сообщает пресс-служба правительства Поморья. В случае, если ледоход в Ненецком округе пойдет по неблагоприятному сценарию и понадобятся взрывные работы, помощь региону окажет Архангельская область. Я напоминаю, что мы с вами еще должны помнить, что у нас есть территория Ненецкого автономного округа, который также нуждается в этом смысле в нашей поддержке, поскольку у них сертифицированных организаций по проведению взрывных работ нет. А по Печоре, я так понимаю, что прогноз тоже сложный в этом плане. Уважаемый Александр Витальевич, уважаемые коллеги, добрый день. По итогам вашего поручения на предыдущем оперативном совещании взять на постоянный оперативный контроль все мероприятия, превентивные, связанные с подготовкой к прохождению ледохода погодка на территории области. За неделю следующие мероприятия выполнены. Завершено комплексное обследование ледового покрова, рек Северная Двина, Пинь и Гавага. Авиационная разведка планируется к проведению с 12 апреля 2021 года. Утвержден график проведения ледорезных работ. Начало работ запланировано на 1 апреля. Первый участок будет река Курья, деревня Анашкино, Холмогорский район. Подготовлен проект графика проведения взрывных работ, как вы правильно сказали, с учетом того, что мы будем планировать дополнительные объемы и на территории НАО. Поэтому на этой неделе мы все окончательно сроки проведения контракта по закупке специальных веществ выполним. Первые взрывные работы в зависимости от ледовой обстановки в Архангельской области запланированы на 5 апреля. Выход из дома для жителей Наринмара стал целым испытанием. Весна подкралась неожиданно и буквально за пару дней в городе разлились целые реки. Коммунальщики работают в три смены. Подробнее о ситуации расскажет Елизавета Кабанова. Оттепель началась неожиданно. Несмотря на то, что снега выпало в разы меньше, чем в прошлом году, количество луж на дорогах и тротуарах не сократилось. Мини-озера есть как на центральных улицах Наринмара, так и в отдаленных дворах. Надо же убирать снег-то. Но тут где-то на выходных убирали из парка. А что на улицах-то ведь надо зимой убирать, а не когда уже подводные лодки требуются. К сожалению, ситуация действительно ужасная. То есть дорожные рабочие ничего не делают. Но вот, допустим, вчера я видел, как лужу откачивали вот там вот, но этого недостаточно. И такая ситуация на улицах города каждый год, к сожалению. Надеемся и верим, что скоро все растает и лужи высохнут. Раньше столько техники не было. Даже вот где жили, вот почта и вечный огонь, да, там вообще горы так снега были. Ну, как обычно мы на демонстрации сходились, да. В Харьверске там вообще тоже горы снега, а сейчас все-таки убирают. Ну, а то, что тает, то что сделаешь? Тает должно. Весна пришла. Чистый город бросил на уборку окружной столицы все свои силы. Наринмарцы признаются, что спецтехники на улицах стало больше. Но, тем не менее, луж меньше не стало. Сотрудники работают в три смены, обеспечивая непрерывную уборку города 24 часа в сутки. Также представлено более 25 единиц специализированных машин и вспомогательной техники. Быстрое снеготаяние, теплая погода и достаточно сильно промерзшая зима. У нас достаточно холодные были два месяца. Не позволяет воде уходить, учитывая, что у нас нет ливневой канализации. Поэтому придется, придется нам всем немножко потерпеть. По крайней мере, я хотел бы сказать гражданам, что мы принести извинения, что мы не можем устранить быстро все последствия снеготаяния. Тем не менее, делают все возможное. Уборка снега и откачивание луж сейчас стоят в приоритете у работников чистого города. Если ситуация в вашем дворе оставляет желать лучшего, следует звонить в управляющую компанию. Сотрудники постараются исправить положение дел в кратчайшие сроки. Ну а пока резиновые сапоги станут нашими лучшими друзьями на ближайшие дни. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал Север. В Заполярье прибыла деловая миссия из Санкт-Петербурга. В ее состав вошли 8 организаций. В рамках программы делегация посетила организации региона. Также обсудили актуальные вопросы межрегионального взаимодействия Санкт-Петербурга и Ненецкого округа. В рамках дискуссии удалось достичь важных договоренностей. Наша миссия прошла очень успешно, подотворно. Все организации, в которых мы побывали, проявили потрясающую заинтересованность в том, что мы предлагаем. У всех организаций нашелся тот или иной отклик на нашу продукцию. В частности, по продукции компании, которые представляют спецодежды, спецобувь и средства дальней защиты, большинство организаций начинают отходить от закупок спецодежды, ориентируясь только на цену, начинают выбирать больше по качеству. Также в рамках знакомства был предложен музыкально-выставочный проект «Блокадная виолончель», который получил положительный отклик со стороны Дома культуры. Мы пришли к соглашению, что в апреле-май 2022 года мы постараемся этот проект реализовать. Надеемся, что Дома культуры нам предоставят также сценическую площадку, потому что хотелось бы, чтобы эта выставка зазвучала, чтобы параллельно концерт мы организовали. Может быть, мы привезем всех исполнителей из Петербурга, а может быть, хотелось бы подключить и ваши местные таланты, потому что это всегда интереснее, всегда это так обогащает обе стороны. Подобные мероприятия помогут в развитии организаций и улучшении ситуации в округе. Окружные молочные предприятия начнут маркировать продукцию. Отныне вся молочка будет регистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Правила утверждены постановлением правительства России. Так, до 1 июня 2021 года должна быть введена обязательная маркировка для сыров и мороженого. До 1 сентября для молочной продукции со сроком хранения более 40 суток. Товары со сроком хранения до 40 суток включительно необходимо начать маркировать не позднее 1 декабря. Эта процедура позволит гарантировать потребителям подлинность и заявленное качество приобретаемой продукции, пояснили в Департаменте природных ресурсов, экологии и АПК. В ведомстве также отметили, что специалисты государственной системы маркировки и прослеживания «Чистый знак» проводят работу с каждым предприятием отдельно, консультируют и сопровождают до полного внедрения маркировки продукции в производство. На официальном сайте системы размещены соответствующие пошаговые инструкции и обучающие материалы. За рамками привычного в регионе прошел финал турнира по скоростной сборке спилскарт Российской Федерации и Ненецкого автономного округа. Комплект пазлов с четкими границами регионов России и Ненецкого округа может стать новым игровым элементом обучения. Тему продолжит Наталья Дуркина. Напряжение растет. Счет идет на секунды. Участники финала турнира по скоростной сборке спилскарты готовились к этому дню целый месяц. И вот одна из первых выполнивших – Карина Дуркина. Девочка собирала спилскарту округа. Я несколько раз на день не занималась, и вот у меня получалось. Я дома собиралась за 36 секунд, а сейчас у меня не получилось, я за 45 собрала. Ну, в общем, второе место, но я тоже думаю, что это нормально. Волнительно? Да. У меня просто руки тряслись очень сильно. Успокоиться и блестяще выполнить задание на самую сложную спилскарту по Российской Федерации получилось у Людмилы Подволоцкой. Девочка первая справилась с картой регионов благодаря своему методу. Я разделила карту несколько частей и запоминаю по частям. Каждый день я запоминала отдельную часть и потом собирала все вместе. И легче было собирать правую часть. Там меньше всего объектов. Турнир по скоростной сборке спилскарт проводится в соответствии с федеральной программой «Знаю Россию». Участниками стали учащиеся кадетских классов городских школ. Пройдя отборочные испытания, в финал вышли 8 ребят. Четыре из которых собирали карту НАУ, а остальные – РФ. Это инновационная методика изучения географии. В таком форме человек изучает масштабы, запоминает масштабы и расположение регионов. Или если это округ, то административных единиц. Во время сборки спилскарты у человека работает зрительная и тактильная память. Таким образом, он запоминает масштаб и расположение регионов. Во время сборки спилскарты человек изучает федеративное устройство государства или административно-территориальное устройство региона. В завершении мероприятия состоялось награждение победителей и участников. Места распределились таким образом. Скоростная сборка спилскарты РФ. Бронза – Павел Матюшев, серебро – Роман Дуркин и золото – Людмила Подволоцкая, которая вошла в норматив и получила нагрудный знак и удостоверение – спилскарта НАУ. Третье место – Валерия Дуркина, второе – Карина Дуркина и первое – Екатерина Шамилова. Девочки, занявшие первое и второе место, также получили нагрудный знак и удостоверение. Хотелось бы увеличить материальную базу для того, чтобы было больше возможностей. Например, в каждой школе было бы хотя бы по каждой спилскарте. Они могли готовиться и мы могли проводить это уже более масштабно. То есть, например, для всех школьников. Например, среди таких классов, там, седьмых, восьмых, да, вот так вот. И потом уже тоже проводить финалы. Вот. В этом году пришлось ограничиться только именно кадетами. Добавлю, турнир по скоростной сборке спилскарт проходит в регионе впервые. Наталья Дуркина, Леонид Шишлов, Телеканал Север. 1 апреля начинается прием заявлений на зачисление детей в первый класс. Родителям будущих первоклассников, проживающих в домах, прикрепленных к образовательной организации, необходимо подать заявление до 3 июля. Для детей, которые собираются учиться в школах других районов, в прием заявлений на свободные места начнется 6 июля и продлится до момента заполнения свободных мест. Но не позднее 5 сентября 2021 года. Документы о приеме можно подать лично, по почте, заказным письмом, по электронной почте или через официальный сайт школы. Согласно правилам, возраст первоклассников должен быть не младше 6 лет, 6 месяцев и не старше 8 лет. Если родитель хочет отдать в школу ребенка другого возраста, необходимо письменное заявление родителей и разрешение учредителя школы. Дети имеют приоритетное право зачисления в школу, если там уже учатся их братья и сестры. Выпускники тем временем готовятся к экзаменам. Уже через пару месяцев им предстоит покинуть школьную скамью и отправиться во взрослую жизнь. Кто-то уже успел выбрать будущую профессию. Ну а для тех, кто еще в раздумьях, предлагаем посмотреть наш следующий материал. В нем мы расскажем о том, чем хороша работа авиатехников и где можно выучиться на востребованную сегодня специальность. В доке Ми-8 авиационно-технической базы Наринмарского авиаотряда в эти дни работа, что говорится, кипит. Вертолеты необходимо подготовить к весенне-летнему периоду. В кабине сегодня наравне с остальными трудится Елизавета Докторова. Курсант Выборгского авиационного технического училища в Заполярье приехала на практику. Когда мы приехали, я очень переживала, очень паниковала, что нас просто вот кинут на самотек. Вы делаете, что хотите? Нет. Нас сразу встретили, главное, нам проявили всевозможные инструктажи. То есть это и водный инструктаж по безопасности, по противопожарной безопасности, на рабочем месте всевозможные инструктажи. Каждому, кому не подойдитесь к персоналу, он очень открыт к тебе. Он расскажет тебе даже больше, чем ты спросил. Лиза и ее однокурсник Владислав учатся на техниках по АИРЭО. Эти специалисты отвечают за исправность авиационного и радиоэлектронного оборудования воздушного судна. То есть преимущественно работают в кабине вертолета. В Нарьинмаре ребята впервые. И впервые будущие техники могут работать на настоящей неучебной машине. Правда, под строгим контролем наставника. Да, мы поставили по полноценному рабочему дню. Мы их распределили по сменам, чтобы можно было достаточно подробнее на каждом уделить внимание, побольше внимания на каждого. И поэтому у нас работают два через два, полные смены. И, ну, чтобы, как бы сказать, больше получить информацию. Самой гайкой, ну, наверное, на снегранном возле. А, ну, ну, да. Вот сюда, на эту гайку. А то просто на заворачивание так поведешь и все. Обслуживанием и ремонтом силовой установки и всех агрегатов вертолета занимаются техники по летательным аппаратам и двигателям. Перед весенне-летним периодом каждую винтокрылую машину загоняют на межсезонное обслуживание. Старшим коллегам в этом помогает Сергей Гульков. Парень родом из Нижней Пёши. С детства мечтал работать в авиации. Поэтому после 11 класса поступил в Выборг. Ну, работа достаточно сложная, потому что лежит большая ответственность. Как бы летают люди, пассажиры по деревням, по округу. И то, что нужно все делать четко и качественно. Интересная профессия, как бы. С такими машинами работать, как бы, очень интересно. Труд авиатехников всегда высоко ценился. Ведь именно от этих специалистов зависит безопасность полета и исправность воздушных судов. Кстати, у техников Палаид всегда есть возможность переучиться на бортмеханика и летать в составе экипажей. Такие случаи не редкость. Всего же в авиационно-технической базе Наридмарского авиаотряда сегодня трудится 128 человек. В дружном коллективе всегда рады молодым специалистам. Привлечение потенциальных кандидатов на вакантные места является одной из жизненно важных функций авиапредприятия. Происходят процессы наши ветераны и уважаемые уходят на пенсию. Нам нужно обновление, постоянная ротация происходит кадров. Предприятие очень заинтересовано в местных кадрах. Чтобы местные ребята поступали, учились, приходили к нам, работали. Они адаптированы здесь к климатическим условиям. Это их дом. Таких ребят мы ждём. Выучиться на авиатехнике сегодня можно в Московском государственном техническом университете и его филиалах в Егорьевске, Рыльске, Кирсанове, Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации и его филиале в Выборге, а также Омском лётно-техническом колледже. Получить образование техника можно на базе 9 и 11 классов. Более подробную информацию абитуриенты могут узнать в приёмных комиссиях, а также на официальных сайтах этих учебных заведений. Алина Ваучейская, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Это были новости на телеканале Север. Далее осмотрите прогноз погоды.